Так, Москва была, Уфа была, Тель-Авив был, Краснодар, Ростов, Екатеринбург. Обалдеть! А знаете, почему мы столько городов уже посетили? Потому что авиакомпания «Россия» — это более 90 направлений полётов для отдыха, бизнеса и, конечно, футбола. Вы смотрите проект «Вей с Зенитом», который мы снимаем совместно с авиакомпанией «Россия». Меня зовут Денис Денисов, и мы летим куда? В Пермь, потому что там Амкар. Побежали! Максимально оперативно проходим все контроли, прощаемся до следующего выезда с родным Пулково и чуть больше, чем на два часа, погружаемся в СОН. А тут уже и Пермский аэропорт. Значит, пора начинать. 55% Пермского края находится на территории Европы. Здесь живут Колян Наумов и все остальные реальные пацаны. А ещё тут минус 5, которые ощущаются как минус 50. Давайте без экскурсий сразу на футбол, на Википедию почитаете, всё узнаете. Купились! Купились, купились, купились! Мы Зенит ТВ, и мы работаем в любую погоду, в любой точке света. Вам кажется, что в Перми нет ничего интересного? Дайте нам пару минут, и мы заставим вас поверить в то, что это центр вселенной. Но вы ведь наверняка не знали, что улицы в Перми располагаются решёткой. Сотни параллельных прямых пересекают другие параллельные прямые, и получается удивительный узор. Между прочим, по такому же принципу построен американский Нью-Йорк. Здесь проживает более миллиона человек, а сама Пермь занимает по площади третье место в рейтинге российских городов. Ну и ещё одна интересная деталь — вся Венеция, та, что в Италии стоит на пермских деревянных сваях. Понимаем ваше удивление, мы сами были в шоке. Пермяк-солёные уши — так традиционно называют жителей пермских земель. По легенде, прозвище получили рабочие, которые на своих плечах носили мешки с солью. Она высыпалась прямо на уши, те становились огромными, красными и в целом не очень симпатичными. А в 2009 году этот памятник признали самым странным в России. И знаете, мы абсолютно согласны с этой точкой зрения, потому что здесь вот кругом обман. Уши несолёные, я их все облизал, они пресные, пресные уши. Свой след Пермь оставила даже в русской литературе. Борис Пастернак списал «Город Юрятин» для романа «Доктор Живаго» именно с Перми. А Антон Павлович Чехов признавался, что действие пьесы «Три сестры» происходит, цитата, «в провинциальном городе, вроде Перми». Однако и это ещё не всё. В 1829 году здесь нашли первый в России алмаз. Правда, было это скорее случайностью, потому что больше подобных находок тут не зафиксировано. Но зато в Пермском крае 29 тысяч рек общей длиной свыше 90 тысяч километров. А теперь немного сногсшибательной красоты. В Перми родилась олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Татьмянина. А ещё здесь есть памятник огромному медведю. Правда, непонятно, белую налибурой, но это на самом деле неважно. Точно известно, что идея возникновения статуи связана с представлением иностранцев о том, что по улицам уральских городов ходят огромные медведи. Но это ж полный бред. Ну какие медведи? Ну вот вы в России живёте, вы давно видели на улицах медведей? Ну вот цивилизованный город, страна... Ты не настоящий. Ну, ладно. Удивительно, но Пермский край чаще других субъектов Российской Федерации фигурирует в зарубежной прессе. А ещё именно Пермь стала первым российским городом, у которого появился свой собственный шрифт — Пермиан. Летом 1918 года не где-нибудь, а именно здесь были созданы первые почтовые марки для советской уездной почты. А ещё у города есть интересная связь с Санкт-Петербургом. Нет, речь не о Константине Зарианове, а о крейсере Аврора. Дело в том, что три его боковые пушки были изготовлены... Да, вы правильно догадались — Перми. Ну и последний бесполезный факт — Пермь занимает почётное шестое место в России по продаже иномарок. Счастье не за горами — это один из главных символов современной Перми. И прямо сейчас у вас есть ровно пять секунд, чтобы определить связь между вот этим вот и Канью Уэстом. Время пошло. Да, пять лет назад в одном из клипов мистера Уэста промелькнула заснеженная Пермь и вот этот арт-объект. Надо сфоткать, покажу бабушке, она у меня поклонница творчества Канью Уэста. Мы ещё немного погуляли по Перми, но довольно скоро поняли, что уже увидели всё самое важное. И вот теперь-то точно можно было отправляться на футбол. Добро пожаловать на стадион «Звезда». Стадионище! Надеюсь, вы видите эти горы снега, небоскрёб и вот, в общем, здесь необычно. Как вам песня? С душевной. Знаете слова? А? Знаете слова? Покатите меня сфотографирую. Да. Давайте на счёт три. Нет, давайте это. Я же сняюсь, не будем. Где нас будут показывать? В Питере? В Питере, пожалуйста. В Питере, пожалуйста. По всему миру. Ну не надо в фильме только. А то меня здесь полгорода знают. Слушайте, ну интернет такая штука. Я попробую договориться, конечно. Если «Зенит» не играет с «Амкаром», я всегда болею за «Зенит». Вот этого давайте кулачок. Мне кажется, несправедливо, что вы вот всю жизнь за кадром. Я решил, что нужно исправить. Я передам привет тогда из-за кадра. Давайте, кому? Чем вы здесь занимаетесь? Другой поддержки. Ой, пойдёмте. Куда вы идёте? Встречать девочек. Ой, я с вами. Пойдёмте со мной. Да, а они там одеты? Конечно. Ну ладно, всё равно. Куда мы идём? На улицу? А, то есть вы здесь держите девочек, да? Ой, я вижу первую. Да, первая бежит. Что-то в вас выдаёт? Дорогница. Служители группы поддержки. Лерка, привет. Привет. Как дела? Мне вообще всё очень странно в жизни. У тебя шуба, как у Джона Сноу. О, спасибо. Знаешь, кто это? Нет. Класс. Кто ваш любимый футболист? Даня. Даня. Да. Его нет сегодня в стартовом составе. Есть, есть. Нет, какая нам разница в стартовом, они так выиграют. Главное, надо сфоткаться. Три, четыре. Оп. Давай, давай. Оп. Давай, давай. Оп. Давай, давай. Доминируй, не унижай. Оп. Давай, давай. Оп. Представляешь, я пришёл. Захожу. А здесь сидит Хар в полном составе. И у них вот здесь вот тактическая установка была. И это же очевидно. Ну, стебелёк, лепесточки. Слушай, ты это тактик. На пути к комментаторским кабинам здесь очень большой музей. Очень классный здесь. Смотрите, кто тут. Видите? Да-да-да. Легенда. Снег вы включили? Да, это сильный социальный свой. Хорошая погода. У нас тут есть агент под прикрытием. Агент под прикрытием? Да. А, я видел. Это мужик, он отказался со мной разговаривать. Не-не-не. Роняли игроков? Да. Когда это было? Три-четыре. Мы как обоим. Кто? Никубка. Никубка. Палыч готов. Как пионер. Ну, как вы относитесь к комментарию от последнего выпуска? Комментарий, конечно, оригинальный. Команды. Возглавить я могу только на пробежку. И, друзья, замечательные участники сегодняшнего матча «Зенит-Санкт-Петербург» Амкар! Дзюба, выбирая половину или мяч, крикнул Ладыгину «Юра, что выбирать?». Юра показал на эту половину и первый тайм играет здесь. Погнали, 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 погнали! Наши парни сзади. Ну, ну был же ну! Ну он в воротах лежал. Синебело, как пылье, наш «Зенит-Санкт-Петербург». «Зенит-Санкт-Петербург». Вы еще еще слов не знаете. 0-1. Пожалуйста, давай, давай, давай. Ну что, после первого 0-1. Ложиться сюда? Да. Что, я ложусь? Не здесь. «Зенит-Санкт-Петербург» 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 «Аттракцион!» «А что, наками-то вперед?» «На камень вперед!» «На камень вперед!» «Ну что?» «Вы хорошо несете, но падать, мне кажется, страшно». «Да ты что, сумасшедший, что ли?» «Е-ха!» «Мимо швай!» «Парни, очень классно, очень, прям кайф!» «А там стадион. А вы здесь что-нибудь охраняете?» «Да, да». «Зенит-Санкт-Петербург» «А?» «Нельзя сюда так-то». «Ну, это эксклюзивный материал». «А я потом вернусь, хорошо?» «Нет-нет, нельзя». «Но я потом вернусь туда». «Да, ты можешь». «Хорошо, спасибо». «Ребята, всем привет!» «Я шел к вам оттуда». «Ну, давай снимай нас». «Снимай нас, снимай давай». «Сколько стоят эти билеты?» «Сколько стоят?» «И эти билеты нисколько не стоят». «Ребята, с ИТВ». «Сколько с ИТВ?» «Сколько с ИТВ?» «Снимаем лучших болельщиков на свете». «Конечно, здесь самые лучшие собрались». «Вот, я шел вот отсюда». «Карабкался к вам». «Вы же видели?» «Да». «Что, не пускают, что ли?» «Это беспредел, беспредел». «Согласен». «По-моему, я не туда пришел». «Надо как-то вернуться к полю». «Тому что сейчас я от него очень далеко». «Давай!» «Мне сказали обходите, я обходил вот там». «Понятно, потому что вы залазили в там очень. Я думала, вы сейчас как грохнетесь». «Нет, у меня все было под контролем». «А Шаркебы пришел бы на помощь?» Как твои дела? Плохо. Почему? Денег нету? Нет, потому что 0.1, 95-е. Ну и что, 0.1, все бывает в жизни, Денис. Я тебя рад видеть. И я вас, Арни. Я футболка. Повезло. Хотненько. Я вас смотрю, кстати. Вот это ты молодец. Поэтому тебе футболкой отдали. Спасибо. Покажи, вы стены. Я не думаю, что нужно что-то говорить. Главное, приходите на матч с Арсеналом на Петровске, потому что команде нужна ваша поддержка. Любите Зенит больше победы. За пару часов до начала матча на стадионе «Звезда» мы провернули нашу традиционную спецоперацию. Ой, а что это у нас тут такое? Да это же наша футболочка. 12-й номер, авиакомпания «Россия» и, конечно, Пермь. А на обратной стороне... Мама дорогая, да это же автографы всей команды. Все, что вам нужно сделать, это прийти на место первым, найти клад и сфотографироваться с футболкой. Дальше выкладывайте все это в Инстаграм с хэштегом «Я нашел футболку» и отмечайте наш профиль. И все, дело в шляпе. Итак, мы долго бродили по пермским дворам, изучали подъезды и в итоге нашли идеальное место. Рядом с одним из домов по улице комбайнеров есть копанные в землю покрышки. Если внимательно там все осмотрите, то наверняка найдете что-нибудь интересное. Подписывайтесь на канал, летайте только самолетами авиакомпании «Россия» и верьте, что счастье не загорает. Ростов, Краснодар. Какой там еще был город? Итак, Москва был. Идея возникновения скульптуры связана с представлением иностранцев о том... Можно? Это будут тяжелые съемки. По легенде, проза еще получила... Купились? Я забыл текст. Спасибо за просмотр! Не qualche чай. Спасибо за просмотр! Продолжение следует...